Здравствуйте, я Людмила Корнеева. Не миг греческого режиссера Йорго Салантимаса будет интересен зрителям, которые любят сложные фильмы, нуждающиеся в обдумывании, разборе, интерпретации. Режиссер уже такой стиль порой позволяет высказаться на темы, в которых по тем или иным причинам абсолютная свобода высказывания не принята. Впрочем, фильм краткометражный и длится всего 12 минут, потому для повышения уровня представлений о современном кино его в любом случае желательно посмотреть. Ставшее названием фильма слово «не миг» именно с ударением на втором «и» румынского происхождения, в наиболее распространенных вариантах словоупотребление это слово означает «ничто», «ничего». Но крайне интересно, что в некоторых случаях оно же может употребляться и со значением «что-нибудь», «что угодно» и даже «всё». Получается, что слово «не миг» может означать «ну вот что угодно» и в прямом, и в переносном смысле. Фильм «не миг» порой называют сюрреалистическим и даже иногда проводят параллели с андалузским псом Луиса Буниуэля. Но, на мой взгляд, это скорее современная стилизация дадаизма. Дадаизм — авангардное художественное течение, возникшее в Европе более ста лет назад, во времена Первой мировой войны. Именно арт-практики дадаизма при всей своей скандальности и эпатаже содержит потенциал глубокой, в том числе социальной и даже философской интерпретации, в то время как настоящий сюрреализм сориентирован более на личностную психологическую проблематику. Само слово «дада» обладает такой же многозначностью, как «инемик». И, что важно в данном случае, именно представители этого авангардного течения прямо писали в своих манифестах. Дадаисты не представляют собой ничего, ничего, ничего. Несомненно, они не достигнут ничего, ничего, ничего. Вот это дадаистическое «ничего» и становится названием фильма Йоргеса Лантимаса. А при чем здесь румынский язык? Почему в качестве названия фильма взято именно слово «ничто» по-румынски, спросите вы? Да при том, что основателем дадаизма, или по крайней мере одной из его важнейших фигур, является как раз румынский поэт Тристан Цара. К этому добавлю, что в 2018 году, то есть годом ранее фильма Лантимаса, лейблом «Белив» был записан альбом пропаганда группы «Спайк», в который вошла песня на румынском языке под таким же названием «Нимик». В той песне есть слова, которые в переводе звучат так. «Мы даже не знаем, кто из нас ошибся. Список слишком длинный, у нас есть вещи, чтобы поделиться. Да, мы оба приклеены к стеклу, теперь мы квиты. Ты слышишь меня? Просто все напрасно. Какой смысл сейчас говорить, когда все ясно, когда наша мечта стала кошмаром?» Можно даже найти некоторые смысловые связи между словами этой песни и содержанием фильма Йоргаса Лантимаса. События фильма начинаются с обычного утра в одном из европейских домов, в одной из европейских семей. Все идет как обычно. И только уже после, после некоторых неожиданных происшествий мы можем вспомнить то, как изначально были разобщены проснувшиеся муж и жена. Они не обмениваются ни единым словом, даже не встречаются взглядом. Вспомним также, как мужчина строго по таймеру варит себе яйцо на завтрак. А еще вспомним, что главный герой, муж и отец во время завтрака ест стоя, прислонившись к стене. То есть он уже не занимает символическое место главы семьи во главе стола. А позже в метро вполне невинный вопрос мужчины о времени. Есть ли у вас время, то есть есть ли у вас часы, не можете ли вы сказать, который час. Сидящая напротив незнакомка вдруг неожиданно возвращает ему с глубоким смысловым подтекстом. Фраза «Если у вас время» становится вопросом не о цифрах, а на циферблате, а о течении истории, о социальных перспективах. В фильме Йорго Салантимаса, как часто и в современной культуре, мужскую роль начинает исполнять, замещать женщина. К тому же во многих смыслах и ипостасях. Женщина занимает место главы семьи, она исполняет его работу, женщина становится инициатором сексуальности. Вспомните многозначащий метафорический эпизод в спальне с вкладыванием босой ноги, ступни, ног, жены, хозяина дома. Женская нога неожиданно более удобно входит в сведенные вместе женские же стопы. Главный герой это замечает, и на его лице появляется тем большая тревога. Уже в следующем эпизоде женщина занимает и место работы мужчины, она играет его оркестре на его же виолончели. Но занявшая место виолончелиста молодая женщина явно не умеет профессионально играть, не справляется, перевирает виолончельную партию. Она даже смычок не умеет правильно держать. И что же? Хотя с исполнением оркестровой партии у девушки все крайне плохо, но тем не менее она справляется с возникшими было вначале сомнениями и волнением. Невзирая ни на что, она завершает свою чудовищную игру с, можно даже сказать, торжествующим видом победительницы. После недолгого взмешательства перед откровенно скверной игрой девушки, семья виолончелиста, жена, а за ней и дети, начинают улыбаться и аплодировать. Кстати, ведь жена у нашего героя имеет явно азиатские черты внешности. Следовательно, уже был совершен некий шаг к сближению разных культур. Уже произошел выход за рамки некой исторической культурной традиции и канона. И тем легче теперь жене главного героя принять другие, следующие трансформации. А вопрос об отце, на который дети не могут ответить, приобретает смысл символического вопроса об отцовской культуре. Крайне примечательная реакция других слушателей, сидящих в зале. Казалось бы, это люди, которые должны разбираться в качестве исполнения, раз уж они пришли на классический концерт. Но зал хранит абсолютно невозмутимость, наблюдая явное неумение девушки обращаться с музыкальным инструментом и слушая эту виолончельную какафонию. А затем, вслед за семьей, вероятно, нужно сказать, бывшей семьей виолончелиста, все другие тоже дежурно аплодируют и даже одобрительно улыбаются. Но самое интересное, на мой взгляд, в том, что дикая фальшь, нарушение новоявленной виолончелисткой текста, ритма, при желании и с натяжкой действительно могут таки быть услышаны и интерпретированы как некий модный современный музыкальный стиль с использованием какафонии и аритмии, как некий художественный перформанс. Ведь дерзкие, вызывающие приемы действительно довольно активно используются в художественном авангарде. Я уже упоминала в своих других видео и молчаливую пьесу Джона Кейджа 4.33, и крайне эпатирующие практики некоторых представителей боди-арта. Есть ведь и проблемы соглашательства молчаливого большинства с тем, что ему предлагают, навязывают. Особенно, если это поддается как некое правильное модное веяние. Да еще если это предлагается с таким уверенным, безапелляционным видом, с которым предлагала зрителям свою безобразную игру героиня в этом фильме Йоргоса Лантимаса. А далее, опять в метро, поживший, тревожный и неспособный защитить себя белый европеец, слышит тот же вопрос о времени от молодого, физически здорового, темнокожего парня. Если вообразить продолжение фильма, то мы, скорее всего, увидели бы баскетболиста из метро, уже освоившимся в доме виолончелиста. Ведь занявшая его место женщина вряд ли выдержит конкуренцию за место под солнцем, или точнее под крышей того европейского дома. И вот что интересно, станет ли тот темнокожий парень варить очередное яйцо? Яйцо – очень распространенный и глубокий символ. Прежде всего, это символ жизни. В яйце энергия, жизнь, будущее. В начале фильма главный герой варит это яйцо, стерилизует его, лишает жизни. Но он, по крайней мере, справляется с поглощением вареного яйца вполне успешно. А вот вспомните, как это получается у занявшей его место девушки. Насколько неумело она обращалась с виолончелью, настолько же она беспомощна и с вареным яйцом. Она буквально давится яйцом, стараясь запихнуть его себе в рот. Так вот остается за скобками ответ на вопрос. Будет ли молодой человек из метро по таймеру, по закону готовить себе на завтрак вареное яйцо? Или в нем слишком много жизни и энергии для такого рутинного занятия? И он, не задумываясь, выпьет яйцо сырым, живым. Понятно, что это символика, и я никого не призываю рисковать сальмонеллой. Кстати, отец режиссера Йорго Салантимаса был профессиональным баскетболистом. И, возможно, баскетбольный мяч в руках молодого пассажира в финале – некий знак уважения и памяти. А, возможно, это еще и призыв режиссера к соотечественникам вернуться на игровую площадку. Ведь баскетбол – коллективная игра, как коллективно по своей природе и человеческая культура. Вопрос только в масштабе коллективности и принципах деления на команды. Кроме дадаистических и румынских ассоциаций, именно название фильма Йорго Салантимаса, о чем я уже говорила, в нем можно обнаружить и некоторую сюжетную интертекстуальность, то есть связи, отсылки к другим текстам культуры. Можно, например, вспомнить небольшой рассказ «Рукопись, найденная в кармане» Хулия Картасара. Точно так же, как в фильме Лантимаса, история Картасара начинается со взгляда брошенного мужчиной на сидящую напротив метро девушку. И даже о времени в рассказе тоже идет речь. Я все еще надеюсь, ибо все сижу и жду на этой скамейке, на станции Шменвер, с этим блокнотом, в котором рука пишет только для того, чтобы изобрести какое-нибудь иное время. Впрочем, у Картасара сюжет хоть и дивен и далек от реализма, но все же не в такой степени, как сценарий фильма Лантимаса. Рассказ аргентинского прозаика в сущности о другом. Хотя, кроме упомянутой роковой встречи с девушкой в метро и своего рода игры в бисер со временем и пространством, в рассказе есть интересная фраза о метро, которая характеризуется как место под землей, где особенно остро ощущается жесточайшее разобщение людей. Не является ли вытеснение претензия на одно и то же жизненное место, что мы видим у Лантимаса и что в его фильме начинается со встречи в метро, именно таким крайним примером разобщения? Ведь занимать одно и то же место – это в какой-то степени все равно, что находиться в разных мультивселенных, ибо в одной вселенной какое-то конкретное место может занимать только один человек. Но еще ближе к сюжету короткометражки Йоргаса Лантимаса может показаться повесть Федора Михайловича Достоевского «Двойник». Герой этой повести Яков Петрович Галяткин, также неожиданно, как и герой фильма Лантимаса, сталкивается с тем, что его место в жизни вдруг занимает кто-то другой. Чувство преследуемого незнакомкой виолончелиста Лантимаса вполне можно передать словами Достоевского о состоянии Галяткина перед встречей с «Двойником». «Да что же ты со мной такое?» – повторил опять господин Галяткин, пускаясь снова в дорогу и все слегка озираясь кругом. А между тем какое-то новое ощущение отозвалось во всем существе господина Галяткина. Тоска не тоска, страх не страх, лихорадочный трепет пробежал по жилам его. Минута была невыносимо неприятная. Впрочем, существенное отличие повести Достоевского от сюжета фильма Лантимаса в том, что у Достоевского речь идет о буквальном, настоящем двойнике, возникающем в расколотом, раздвоившемся сознании героя. Это был другой господин Галяткин, совершенно другой, но вместе с тем и совершенно похожий на первого. Такого же роста, такого же склада, так же одетый. А вот в фильме Лантимаса место мужчины-еланчелиста, мужа и отца занимает случайно встреченная в метро девушка, с которой герой всего лишь обменялся вопросительной фразой о времени. В произведении Достоевского речь идет о внутренних психологических процессах и конфликтах. Занимающий место главного героя двойник, его же собственная иная ипостась, его иное эго, его версия. Поэтому повесть Достоевского как раз довольно сюрреалистична. А в фильме Лантимаса речь идет о символическом замещении социальных ролей, о процессах смены социальной парадигмы. На смену патриархальному обществу, во главе которого и как глава семьи, и как отец, и как добытчик, и как творец, традиционно находился мужчина, приходит время феминизма и женской культуры. А в финале фильма еще и дан намек на возможное предстоящее замещение места традиционной белой европейской культуры представителям иных культур. Так что при всех реминисценциях и отсылках к уже известным текстам, фильм Йоргоса Лантимаса снят в 2019 году и поднимает актуальную, именно современную проблематику. Причем режиссер позволяет себе довольно смелый критический ракурс взгляда на многие современные проблемы и аспекты так называемой актуальной повестки. Возможно, именно чтобы избежать упреков в недостатке толерантности к некоторым официально одобряемым в западной культуре социальным, общественным процессам, режиссер и избирает настолько сложный символический язык изложения. И еще кое-что об особенностях фильма Лантимаса «Немик». В нем много сюжетного ритма. Это повторение варки яиц, повторение поездки в метро, повторение вопроса о времени, повторение репетиции, повторение позы на кровати с эротически окрашенным контактом ног. В фильме немало визуальной символики, всякого рода визуальных аллюзий, форм и предметов. Например, гладиолусы считаются цветком мужественности, хотя дарить их можно как мужчинам, так и женщинам, но само название цветка происходит от латинского «гладиус» – «меч». Связано это с тем, что листья этого растения напоминают мечи или шпаги. А вот сам цветок имеет очень женственную чешеобразную форму. Вспомните, в фильме «Цветок гладиолуса» показывается очень крупным планом, когда виолончелист покупает букет белых гладиолусов для своей жены. Затем такой же букет белых гладиолусов появляется и в руках преследующей его девушки. Виолончель, на которой играет главный герой и которая затем оказывается в руках занявшей его место девушки, имеет очень женственную форму, напоминающую женскую фигуру с ярко выраженной талией. И это еще один сексуальный подтекст. А вот ключи и у мужчины, и у женщины уже имеют одинаковые брелоки со смайликом – символ гендерной унификации, унисекса в современной культуре. Сам Йоргос Лантимас говорит о своих фильмах. «Я не указываю людям, что хорошо, а что плохо. Я лишь хочу, чтобы они сами задавали себе эти вопросы, понемногу отказываясь от привычных табу. Добавлю, что в наше время сфера применения табу значительно изменилась и становится привычной даже табуация самих вопросов о новых табу. Мне кажется, фильм Йоргоса Лантимаса не миг в том числе об этом. И именно потому, что некоторые новые проблемы и порождаемые ими вопросы уже табуированы, режиссер и избирает такую сложную форму для своего авторского высказывания». Всего доброго и до новых встреч!